Итак, доброго времени суток, друзья! Напоминаю, что мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Siberian Life. В прошлой части мы посмотрели какие-то уникальные вещи на этой карте, проехали как раз ровно половину карты, и посмотрели магазины с техникой, с летной, с наземной техникой, посмотрели магазины, ну и какие-то интересные постройки. Кстати, сейчас мы проезжаем еще одну интересную постройку, это точка переработки алмазов. Можете посмотреть в первой части, мы там затронули несколько точек, которые стоят на этой карте по продаже, переработке, ну и еще ряд таких точек мы увидим в этой серии. Ну а сейчас мы продолжаем двигаться по карте в другой конец, потому как я взял работу дальнобойщика. Напомню, что работа дальнобойщика на этом проекте доступна с самого начала. Напомню еще также, что есть работа доставщика почты на своей машине, вот работа дальнобойщика, ну тоже надо приобрести машину, но машина стоит очень и очень дешево для этой работы. Есть еще работа, естественно, стандартная по сбору плодово-овощных культур, и еще в планах у разработчика поставить завод, на котором тоже можно будет трудиться для тех людей, кто не хочет, например, заниматься каким-то фармом, ну или хочет какого-то разнообразия. Будет стоять завод, на котором можно будет тоже производить какие-то детали и за это получать деньги. Но это еще в планах и на данный момент этого нет. Ну а сейчас вы могли видеть, как устроены заправочные станции на этом проекте. Тут у меня есть несколько вопросов. Вопросы в основном по дизайну. Сама табличка, ну, достаточно некрасивая. Ну, это сугубо, на мой взгляд, исполнение, как бы само дизайнерское, не очень симпатичное. Ну, и вот эти вот, конечно же, двери армовские, это вечная для меня беда. Ну, вот так вот, в общем, выглядят здесь заправки. Но не будем надолго задерживаться, давайте продолжим наше путешествие. Двигаемся дальше по нашей работе. Ну, и в первой части этого обзора я сказал, что на проекте стоит нестандартная карта. Ну, и вот начинаются отличия этой карты от обычной ее версии. После заправки, после аэропорта, как видите, здесь стоит мост. Под мостом протекает река. Если ехать в сторону города Атиры, то там мы еще увидим два озера. Изменена также и природа этой карты. Как видите, больше нет никаких пальм, очень мало желтизны алтийской. Но вот это все мы увидим еще и в лучах дневного света. Сейчас мы просто это быстренько проедем, потому как надо закончить мою работу, которую я начал. Но выглядит это очень красиво и действительно максимально приближено, наверное, к российской, к сибирской, если исходить из названия этого проекта, природы. Очень красиво действительно. Ну, посмотрим на это все в лучах дневного света. А сейчас давайте продолжим наше путешествие. И как можете заметить, сразу за мостом огромное количество заборов. Я так понимаю, что это наследие этой карты. И, видимо, когда-то здесь стоял какой-то блокпост или что-то тому подобное. Ну, карта была, естественно, обновлена. Поэтому разработчик еще, видимо, не успел здесь ничего подчистить. Ну, а я медленно, но неумолимо приближаюсь к своей финальной точке моего маршрута. И вот смотрите, как здесь выполнены точки захвата территории. Видите, вот стоит красный флаг. Вот это и есть тот самый флаг, который надо захватить, чтобы эта территория стала под контрольной какой-то определенной организации. Ну, а моя точка по разгрузке находится вот как раз здесь. Она немножко перенесена в стандартной версии работы дальнобойщика. Она стоит там, на заброшенном аэропорту. Ну, здесь ее немножко приблизили, и она стоит вот в этом месте. Ее отличие от базовой точки, где я брал груз, это то, что здесь, ну, в общем-то, ничего нету. Так сказать, точка находится в чистом поле. До сюда еще не добрались руки разработчика. Но напомню, что проект находится на стадии разработки. То есть он открыт, он играбельный, но еще идут какие-то доделывания, допиливания этого проекта. Ну, а я разгружаюсь и отправляюсь в обратную сторону. Ну, и, конечно же, путь в обратную сторону будет пролегать опять через тот мост, через ту реку, которую я вам хотел показать. Вот она сейчас перед вашими глазами. И вы знаете, вот поймал себя на том, что как-то на меня нахлынули воспоминания. Когда-то в детстве я жил в деревне. Ну, как жил, ездил к бабушке на лето, как и, наверное, большинство из нас. И старшие братья, двоюродные, всегда брали меня на рыбалку. Мы ходили на так называемое у нас деревне место. Назывался он Нового моста. В деревне было два моста. Один был построен где-то в 70-е годы. И ему такое дали прозвище Новый мост. Вот туда мы ходили на рыбалку. И выглядело это примерно вот так, как вы сейчас видите на этой картинке. Тоже такой же ширины примерно мост. Даже оградка была вот примерно такая же, только черного цвета. И вот эта тишина, листва, раннее пение птиц и чистая вода. И вот в такой атмосфере мы сидели, рыбачили, ловили рыбу и там пекли картошку. Вот это место очень здорово напоминает. Вот действительно приближено к нашему российской природе. И если бы не вот эти вот желтые дурацкие постройки, алтийские вокруг, то вообще можно было бы окунуться в эту атмосферу сибирской глуши. Ну, в общем, вот такое прикольное место на этой карте. Ну, продолжаем движение дальше. Дальше у нас магазин автотехники. Очередной магазин автотехники, который расположен в городе Атира. И вот в этом магазине, ну, магазина-то, как видите, как такового нету. Просто стоит табличка. Обычное дело, что до магазина в Атире руки не доходят. Вот это здание, которое стоит на фоне, вот оно как белая ворона. Надо либо больше этих зданий, ну, либо тогда, наверное, отказаться вообще от этой затеи в принципе. Ну, вот одинокое советское здание вокруг, окруженное алтийскими, греческими постройками, выглядит, конечно же, не очень атмосферно. Ну, а транспорт, который здесь представлен, вы сейчас видите. В общем-то, это какая-то бронированная техника. Для чего, честно скажу, не знаю. Но все джипы здесь практически одинаковые. Меняется только цвет, и они какие-то вот бронированные. Не знаю. Я, на самом деле, вообще первый раз такое вижу, чтобы вот так вот. Вот отдельно стояла группа машин, ну, а вот, кстати, есть еще вот такие вот две машинки. И какой-то небольшой баг с ним связанный. Вот если выбирать, видите, машина одна и та же, надписи две, но меняется цвет. Ну, какая-то странная штука. Ну, наверное, тоже надо еще разработчику над этим поработать. Мало того, что его после этого, видите, начинает сильно лагать, так еще и почему-то меняется цвет. Ну, в общем, вот. Такой вот интересный магазин здесь. А, вот еще и какой хот-род есть. В основном, в общем-то, представлены одни бронированные джипы. Не знаю, может быть, это для группировок, для каких-нибудь нужно будет. Не знаю, зачем бронирована техника на этом проекте. Вот такой вот, в общем, магазин. И мы двигаемся дальше. А дальше у нас будет магазин грузовой техники, который я показывал в первой части этого обзора. Но сейчас решил сюда вернуться. Кстати, магазин находится в Кавале. Это, опять, чудеса видеомонтажа. Ой-ой-ой. Такой вот я шутник. Так вот, этот магазин находится в городе Кавал. Я его показывал в первой части и, в общем-то, счел, что можно показать его еще раз. К тому же, я хочу здесь выбрать одну интересную машинку. Меня заинтересовал УАЗик. Здесь их три вида. С жесткой крышей, с открытой и с брезентовым тентом. Выберем сейчас какой-нибудь. И на нем, в общем-то, продолжим наше путешествие по этому проекту. Хочу его выбрать, во-первых, из-за того, что я такого еще не видел. Это раз. А второй, он очень здорово подходит под антураж того поселка, в который я хочу сейчас вместе с вами съездить. Я уже говорил в первой части, что на проекте есть измененные названия городов. Там, по-моему, вот сейчас не буду врать, не вспомню, как называется город. Он просто изменен, антураж города не изменен, архитектура все та же, алтийская, но название города для интереса было заменено. Также на этом проекте стоит деревня. Вот деревня и называется Ивановка, и она выполнена вот в таком вот, я бы сказал, исходя из названия проекта, сибирском стиле. В общем, туда вот я и хочу сейчас поехать. Ну, а вот те самые УАЗики сейчас, которые я хочу выбрать. Ну, в общем-то, приобретаем УАЗик и будем, наверное, выдвигаться. Выбрал же я вот такой вот УАЗик зеленый с тентовой крышей. И на самом деле зря. Надо было бы брать либо открытый, либо с жесткой крышей, потому как у этого УАЗика вместо стекла, естественно, стоит пленка. И через эту пленку достаточно хреновенько видно. Ну, сейчас вы это все увидите. Но вообще модель УАЗика, конечно, впечатляет. Она прикольно сделана, прорисована. По-моему, это ветерановская машинка. И внутри она, как вы можете заметить, прорисована тоже очень качественно и красиво. Ну, естественно, опять закручивается узлом руки на руле. Ну, а так, в общем-то, как вы можете заметить, достойная прорисовка, достойная детализация. Единственное, что мне вот не нравится, почему-то кину тут этот, видите, эффект расширения пространства. Не знаю, наверное, так-то я бы его обозвал, но почему-то искажается вот пространство, когда вы смотрите вокруг. Не знаю, зачем накидают вот такой вот эффект на модельке. Они, по-моему, только мешают. Ну, в общем, вот такая вот машинка. Все работает, все очень красиво анимировано. Едем, наверное, мы тогда на нем дальше. В ту самую деревню, про которую я говорил. Ивановка. Но перед этим я посмотрел, что в Ивановке находится лесопилка, то есть переработка древесных материалов. И решил сначала съездить на точку добычи этих материалов, ну, то есть порубить дерево. И уж не просто так приезжать туда, а с готовым уже заготовленным деревом и попробовать что-то там переработать. И вот тут у меня, друзья, случился первый мой казус на этом проекте. Я не знаю, что это такое, но вот, видимо, здесь стоят сразу два скрипта. Как вы сейчас можете заметить, я собираю древесину, как она собирается, вы это видите. Это, в общем-то, ничего-то особенного нету. Стоим левой кнопкой мыши, рубим дрова. Но собранные мною дрова собираются и в планшет, и в инвентарь. То есть сразу в два места. И как же я это все потом буду перерабатывать? Вот для меня возникло сразу же такой вот вопрос встал. Что мне делать? Вот, пожалуйста, еще раз покажу. У меня есть и в инвентаре, собранное мною дерево, и есть в планшете. То есть, насколько я могу понять, тут стоят сразу два скрипта. И, видимо, на какой территории ты находишься, там собирается то в одно место, то в другое место. Бог его знает. Как это потом я буду делать на переработке? Тоже вот интересно. Но до туда мы еще доберемся и посмотрим, как это будет выполнено там. Ну, а на тот момент я принял решение, что надо завершать сбор ресурсов по рубке деревьев и отправляться в сторону вот той самой деревни, потому как я не имею представления, что я сейчас буду делать. Вот, как половина дров у меня падает в планшет, половина дров падает в инвентарь. Как я это буду перерабатывать, бог его знает. Поэтому я поехал в сторону переработки в ту самую деревню. Ну, а добрался я туда уже, как вы видите, поздней ночью. Как и все, ну, не все, а большинство точек переработки, продажи здесь выполнено, конечно, на высоте. Как видите, к каждой точке автор подошел, ну, с душой. То есть, если это, вот, как и в данном случае, переработка древесины, да, то здесь, соответственно, и антураж такой же. Погрузчик, древесина, какая-то пилорама стоит. Все это опять выполнено в таком советском стиле, российском стиле. В общем, достаточно красиво все сделано. И мы на это все еще и посмотрим в дневных лучах. На тот момент меня интересовало, как я буду перерабатывать. Поэтому я пошел сразу же к переработчику. И вот, кстати, заметьте, как выполнено это, да. Это не просто какой-то стоит черный, вот этот аппарат, переработка. Нет, все сделано очень красиво. Что действительно стоит какая-то типа пила, или что вот это вот, я не знаю, станок какой-то, стоит бот. Не, ну, по тому, как выполнена эта точка переработки, вопросов нет. Другой вопрос, а как мне перерабатывать-то? Сначала я грешным делом думал, что у меня нет лицензии. Но у меня ее действительно не было. Я рассчитывал, что я куплю ее вот на этой вот точке. Но с чем здесь взаимодействовать, я так и не понял. Покупку лицензии мне не предлагают. Может быть, сбит маркер, в общем-то. Но я взаимодействовал здесь со всеми. И с ботом, и с пилой, и вот с какими-то станками. Не работает почему-то переработка, но ни в какую вообще. Где здесь перерабатывать древесину, я так и не понял. Может быть, из-за того, что скрипты перепутаны, и просто переработчик не видит того, что у меня есть древесина. Не знаю. Но что бы я ни делал, не работает, и все. Ну, а вот как та же самая точка выглядит, но уже днем. Скажу еще, что эта точка является не только точкой переработки древесины, а еще и точкой продажи. Правда, продажа находится в том дальнем длинном ангаре. Туда можно завозить древесину, и там ее сразу же продавать. То есть, очень достаточно грамотное решение, на мой взгляд. Тут же переработали, тут же и продали ее. Потому что добираться с точки добычи древесины до сюда достаточно долго. Поэтому это компенсирует то, что у нас, в общем-то, затрачено очень много времени. Ну, вот сейчас на ваших глазах я опять проверяю, что у меня есть древесина и в инвентаре, и в планшете. И опять пробую уже днем после перезапуска сервера опять с чем-то повзаимодействовать. Но ни в какую этот переработчик не хочет со мной общаться. Не знаю, это надо донести до, так сказать, разработчика этого проекта. Потому что что-то здесь не работает. Ну и, в общем-то, оставим в покое эту переработку древесины. Я думаю, ее починят, потому как проект только открылся. И, конечно же, какие-то косячки еще будут выявляться. Ну, а мы с вами проследуем в деревню, в которой, в общем-то, и расположена эта пилорама. И посмотрим на ту атмосферу, на ту антуражность, которую здесь создал автор. Вот именно приближая вот эту вот локацию к тому самому названию Siberian Life. То есть, сибирская жизнь. И я думаю, что вот путешествие по этой деревне, она состоит из двух улиц. И здесь представлена вся отечественная архитектура. Как вы можете понять, эти здания, эти строения взяты из, так сказать, братских игр. Стандалон, Дэйзи, карта Ливония, ну и тому подобное. В общем-то, здания, естественно, оптимизированы. Они принадлежат одному и тому же движку. И посмотрите, вот какая здесь атмосфера. Гуляют козы, какие-то петухи шляются по деревне. Вот эти вот здания такие. Я думаю, что каждый, кто посмотрит это видео, найдет какое-то знакомое, родное себе строение. Которое он видел, может быть, в детстве у бабушки, где-то в деревне, где-то в окрестностях вашего города. Ну, вот я, хоть и живу в крупном городе в Питере, в Санкт-Петербурге. Но у нас есть такие районы, которые стоят вот из таких вот построенных, из таких вот двухэтажных домов. Кирпичных, желтых. Так сказать, послевоенная постройка. Строили их по немецким чертежам. И, кстати, с помощью тех же военнопленных немцев. Типа того, что вы ломали, вы теперь и стройте. Ну, и вот эти вот дома красивые, деревянные. Они так близки нашему менталитету, что вот мне, например, не хватает на этой карте именно вот такой вот архитектуры. Больше вот этой архитектуры. И поменьше алтийской, греческой. И мне кажется, что эта карта заиграет вообще другими красками. Ну и так, конечно же, сколько людей, столько мнений. Каждому нравится что-то свое. Я высказываю именно свое мнение. Но я ловлю себя на том, что мне нравится находиться вот на этой локации, которую создал здесь автор. Я вспоминаю свое детство, и я видел в нашей деревне вот такие вот магазины. Вот слева стоит красное кирпичное здание. У нас в деревне стоял дом быта. Была деревня достаточно крупная, и был свой дом быта. И туда сдавали шкурки животных, шерсть животных. Там что-то с ними делали, я уж не помню, потому что был маленький. Но выглядел дом быта вот как вот это тут красное кирпичное двухэтажное здание. Мне это все очень близко, и мне нравится находиться вот в этой локации. Мне бы хотелось, чтобы на этом проекте было больше вот этой вот такой атмосферной, действительно, если проект называется «Сибирская жизнь», да, ну вот такой вот российской какой-то архитектуры и действительности. Ну, а если уж касаться непосредственно этого проекта, то все вот эти дома, которые вы сейчас видите, которые я прошел, в общем-то можно покупать. Они в продаже, покупается лицензия на домовладельца, и эти дома можно покупать. На данный момент можно покупать вот такие вот дома, то есть, ну, на ваш вкус и на ваш выбор. Вот такие вот маленькие дома деревянные. Вот это, кстати, мне тоже очень нравится. Такая и печка. Она, правда, не русская печка. И тут даже, смотрите, остались какие-то шторы, оборванные обои. Ну, вот такие вот дома можно покупать. Нельзя покупать только пока еще вот многоквартирные дома, но автор обещает, что в скором времени он пропишет и их. То есть, там можно будет купить, в общем-то, ну, покупаете весь дом, но в доме всего одна квартира. То есть, как бы, можно сказать, что вы покупаете в поселке городского типа себе квартиру. Ну, и вот еще интересно, да, я сначала думал, это баня у кого-то топится, дым идет из трубы. А это здесь таким вот образом выполнена точка переработки самогона. То есть, добываете там дрожжи, делаете брашку, потом брашку привозите сюда, и вот здесь вы делаете из них, из этих уже субпродуктов самогон. Также в этом поселке, в этой деревне Ивановки, есть и магазин хозтехники. Ну, так называемой хозтехники, хозяйственной техники. В общем-то, здесь представлен трактор и несколько разновидностей проходимых машин Нива. Трактор разработчик хочет сделать, как бы, в виде, наверное, сборщика. Или переработчика, что-то вот в этом роде. Он будет исполнять такую роль сборщика, наверное, автоматического. Ну, по крайней мере, так мне было это озвучено. Но, к сожалению, пришло время покидать эту очень теплую и уютную локацию. У меня отснято материало, наверное, на час. Я столько ходил по этой деревне, я заснял каждый дом, побывал в каждом доме. Мне действительно это очень понравилось. И хотелось бы видеть подобное не только таким локационным моментом, а видеть это все на целой карте. Чтобы были сделаны города в такой вот атмосфере, в такой вот архитектуре. Ну, и, в общем-то, был весь проект выдержан. Кстати, вот пока я лечу, посмотрите, как выглядит красиво карта. Карта зеленая, она как будто бы бархатная. Хочется приземлиться и потрогать вот эту вот поверхность карты. Обалденная, конечно, карта. И вот эти озера, и реки на ней. Все это выглядит действительно очень красиво и атмосферно. Видите, нет вот этой алтийской желтизны. Все зелено, все очень красиво. И действительно как-то вот чем-то напоминает тот же Алтайский край. Вот таким вот образом здесь, например, выполнена точка добычи. Смотрите, да, тоже вот автор приложил руки. Автор этой карты вот постарался и сделал вот такую вот красоту. То есть приезжая на точку добычи, вы не будете стоять в голом поле. Есть скалы, есть какие-то постройки, песочек. Но все достаточно красиво и антуражно сделано. Вот, например, таким образом выполнена здесь точка добычи нефти. И надо еще сказать, что точка добычи нефти на карте не одна. Она, вы можете поехать по выбору, ну, вернее, не по выбору, а та, что ближе к вам. Если вы находитесь там в отеле, вы можете поехать на одну, если в коварь, то на другую. То есть есть еще и выбор. И большинство точек переработки, добычи здесь выполнено вот в таком вот стиле. Что-нибудь добавлено, как-то украшено. И все это еще и соответствует тому, что вы добываете. Естественно, что подобных точек на карте очень много. И всех мы их посещать и облетать не будем. В общем, скажу, что на карте карта нестандартная. И на ней есть такие же нестандартные места, как вот я уже показывал. И сейчас мы еще это увидим. И озера, и реки, есть гроты, есть скалы, есть пещера, есть огромная пещера. По крайней мере, одну я точно нашел. В этой пещере даже помещается двухэтажный дом. Видимо, когда-то там стояла какая-то база группировки. В общем, очень много-много всего интересного на этой карте представлено. Ее всю просто в одном, даже в двухсерийном цикле не покажешь. Но карта действительно очень интересная. И вот если автор, как он задумал, и как он мне говорил, что хочет построить вот именно такое вот некое подобие России, Сибири, ну и вот в этом вот стиле выдержать карту, то будет вообще очень все красиво и шикарно. Пока проект только открылся, и он еще только-только начинает вот действовать в этом направлении. Пока, как я показал, есть только один город, одна деревня. Но, по словам автора, это все будет еще продолжаться, расширяться, будут строиться заводы. Очень много всего интересного задумано. Вот в ближайшие дни будет рыбалка. Очень надеюсь, что рыбалка будет вот как раз на тех озерах. И может быть там тоже появится какая-то деревня. В общем, вот такой вот достаточно интересный, на мой взгляд, проект. Весь его мне вам не показать, не охватить. Очень много интересных механик. Там и от банальных, что можно тащить на тросу вторую машину. Там очень много-много всего здесь уже присутствует. И еще много чего планируется. Поэтому, наверное, вот на этой ноте я и буду заканчивать обзор этого проекта. Все равно тут я все не покажу и все не смогу охватить. Предлагаю вам зайти и самим посмотреть, потрогать этот проект, пощупать его, поиграть. Поэтому заходите. Ссылка на этот проект будет в описании под видео. Обычно я не оставляю, но в этот раз автор разрешил оставить ссылки на его проект. Поэтому, кто хочет, переходите по ссылочке, качайте мод, заходите, играйте. Получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Играйте, получайте удовольствие. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok